Вирусный ролик в считанные дни стал популярным. Единственное отличие от оригинальной версии Ферелла Уильямса в том, что танцующие люди – британские мусульмане. Создатели видеоролика заявляют, что таким образом они хотят донести до всех, что члены их общины разносторонние, свободные от национальных предрассудков и, самое главное, очень счастливые. А почему бы нет? Ислам – самая быстрорастущая конфессия в Великобритании. Анализ результатов переписи населения показал, что он может стать основной религией в стране всего через 10 лет. За прошедшую декаду число британских мусульман увеличилось вдвое, а имя Мохаммед стало самым популярным мужским именем в Лондоне среди новорожденных. Средний возраст британского мусульманина – около 26 лет. Мусульманское население в Великобритании невероятно молодое, полной энергии, жизни и динамики. Великобритания во многих сферах является новатором. Она станет первой немусульманской страной, которая введет финансовые облигации, доступные для покупки исламскими инвесторами. А юридическое общество недавно выпустило руководство для составления завещаний по законам шариата ввиду растущего спроса. Анализ последней переписи, проведенной Национальной статистической службой Великобритании, показал, что англиканская церковь теряет свое значение на 50% быстрее, чем предполагалось ранее. Увеличение возраста прихожан означает, что официальная религия Великобритании потеряла более 4 миллионов последователей. Упадок, который уже давно переживают церкви в Великобритании, в настоящий момент, видимо, достиг критической точки. 95% людей не ходят в церковь по воскресеньям. Христианские службы посещают меньшинство населения. Эти цифры побудили премьер-министра попытаться поддержать основы института. Он призвал христиан быть более пылкими в проповеди своей веры и отметил исцеляющую силу церкви. В христианских общинах по всей Великобритании есть традиция разыгрывать мистерию, представляющую страсти Господней в Великую Пятницу перед Пасхой. Это постановка, которая воспевает страдания и смерть Христа на распятии. Одно из таких представлений состоялось на Трафальгарской площади в Лондоне. А вот Оксорду провести ее не позволили. Сотрудник, отвечающий за рассмотрение заявок, посчитал постановку с экс-представлением. Это в очередной раз доказывает, что даже те, кто у власти, не всегда знают, что же мы празднуем. Полина Бойко, РТ, Лондон.